МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комфорт и управляемость, динамика и проходимость. Можно ли оценить все это за 10 минут? Можно, если вы смотрите программу «Москва рулит». Слушай, у меня ремень сейчас, по-моему, сломает грудную клетку. Мы узнаем для вас то, о чем никогда не расскажут в автосалоне. С такой вот нижней юбкой просто убийство. И сделаем то, на что вы никогда не решитесь. Больше 5 метров в длину, 2,5 тонны веса, 6-литровый мотор и до 8 мест в салоне. Хватит ли в большом городе места для Кадиллака и скалы? Или это самый настоящий динозавр, которому во времена всеобщей экономии грозит? Скорое вымирание. Мы будем разбираться. Трудно поверить, что эскалейду всего 15 лет от роду. Первое поколение модели сделали в спешке, просто поменяв шильдики на менее престижном внедорожнике GMC Yukon. И на конвейере та машина продержалась всего 2 года. Второе поколение задержалось уже на 5 лет. А вот третье стало настоящим прорывом. Среди прочего, став самой популярной машиной среди американских угонщиков. Предыдущее поколение было расслабленным парнем в свободной одежде. Нынешнее это скорее широкоплечий мужчина в идеально сидящем смокинге. Мускулатура, конечно, никуда не делась, но перестала нагло выпирать наружу. И получила довольно стильную огранку. Глаза эскалейда – светодиоды с преломлением света через дополнительные хрустальные линзы. Цвет благодаря этому становится более однородным и ярким. Стильно одетый американец и ведет себя галантно. Сам выдвинет подножку, когда вы откроете дверь, и сам спрячет обратно. Правда, так обходителен он только с теми, кто не пожалел денег на самую дорогую комплектацию. Кадиллак же, в свою очередь, мог бы не жалеть денег на доводчики. Двери здесь тяжелые, и хлопать приходится от души. А так, салон эскалейд – это, конечно, место, чтобы играть в загадки. К примеру, как здесь открыть бардачок, где никаких кнопок нет? Немного подумаем и найдем вот эту сенсорную кнопку рядом с экраном. Сенсорные кнопки – штука с характером. Если тыкать в них по старинке, срабатывать будут через раз. По-хорошему, чтобы владельцы Кадиллаков все это полноценно усвоили и освоили, надо проводить специальные мастер-классы. На подлокотнике специальная площадка для телефона. Удобно. А внутри – огромный холодильник. Спереди – два подстаканника, уже с подогревом. Сиденье отрегулировать можно на любом автомобиле, а вот педали опустить пониже или поднять повыше только на эскалейде. Для этого и нужны две кнопки слева от экрана, разгадать назначение которых поначалу не так просто. Вам даже не понадобится отдельный пульт для гаражных ворот. Тут есть целых три кнопки. К примеру, для домашнего гаража, офисного или загородного. Кнопок на руле много. Информация на приборной панели, управление звуком, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля – все выведено сюда. Эскалейд можно сделать семиместным или даже восьмиместным. Официально третий ряд рассчитан на трех человек. А посередине можно поставить либо обычный диван, либо два отдельных кресла. 430 литров – это не особо вместительный багажник. Меньше, чем у бюджетного седана Volkswagen Polo, который размером с половину эскалейда. Раньше в России продавался только стандартный эскалейд. Теперь можно купить и длиннобазную версию. Она на полметра длиннее, а объем багажника при сложенных сиденьях второго и третьего ряда составит почти 3,5 тысячи литров. Третий ряд, номинально рассчитанный на троих пассажиров, можно заказать при покупке любой машины – и обычной, и удлиненной. Чтобы поехать, нужно пошевелить вот этой кочергой, к которой переключается передача. Но приготовьтесь, дергать придется со всей силы. Но не бойтесь, ничего не сломаете. Все на самом деле так и задумано. В отсутствие системы автоматической парковки все маневры приходится делать самостоятельно. Помощи можно ждать разве что от системы кругового обзора. Тут есть, кстати, один очень пикантный момент. Если вдруг в районе заднего кармана у вас что-то завибрирует, то это не мобильник звонит. Это система свежения за разметкой. Вам напомнят, что вы съехали со своей полосы. Вопросов к шумоизоляции здесь нет. Но есть вопросы к подвеске. Потому что каждый стык на дороге, каждую кочку ты чувствуешь всем телом. Что случится, если 400 сил выйдут из-под контроля и 2,5 тонны пойдут в занос? Даже подумать страшно. Проверить это мне поможет. Мастер спорта, чемпион России, руководитель гоночной команды Геннадий Брославский. Ну что, по змейке? Да, по змейке. Мы сейчас имеем дело с автомобилем, которому на змейке совсем не комфортно, потому что это совершенно не его стихия. А давай мы прибавим газку, а то ты как-то бережешь меня все-таки. Сейчас я пытаюсь ехать еще большим газом, как ты меня попросила. И что в результате мы имеем? Что? Мы имеем дело уже с электроникой, которая начинает душить двигатель, начинает поддушивать колеса. Из расчета на те проблемы, которые на данном колесе конкретно появляются. И что, исходя из такого поведения, ты можешь сказать об этом автомобиле? Для этого тяжелого автомобиля змейке он проходит очень даже достойно. Большой машине большой мотор. V-образная восьмерка под капотом эскалейт имеет рабочий объем в 6 с лишним литров и развивает 409 лошадиных сил. Давай мы будем обижать лося, который выходит на обочину, выходит на дорогу. Скорость у нас будет 90, мама. И вот мы уже не попадаем вообще. Ты посмотри, что происходит. Мы не тормозя перестроились на встречную полосу движения, но, к сожалению, в свою полосу движения мы попасть уже не смогли. По моим ощущениям, электроника просто практически заблокировала все 4 колеса в этой ситуации. И возвращаться в свою полосу движения было просто нечем. То есть если вдруг на скорости 80 или 90 км в час у нас вдруг неожиданно возникнет препятствие, то получается что? Электроника нам в этот момент не поможет вообще? Получается, что на этой скорости да. О, его! Поэтому сейчас мы посмотрим, что произойдет на скорости 60 км в час. Немножечко подблокировались колеса АБСом, но не криминально. Автомобиль был абсолютно адекватным, и я им управлял. На заметку тем, кто любит гонять. Этот автомобиль, конечно, не для гонок, этот автомобиль не для высоких скоростей. Там, где есть вероятность какого бы то ни было маневра. Рама вместо обычного несущего кузова – это вроде как пропуск в клуб серьезных внедорожников. Но нам мало просто пропуск показать. Внедорожников мы проверяем только делом. В этом не поможет пилот команды «Оффроудмастер», специалист по глубокому тюнингу внедорожников Дмитрий Войнов. Слушай, ну для такого огромного корабля управляется он просто отменно, прямо в своей стихии. То есть это нормальный большой внедорожник, и управлять им одно удовольствие. Достоин, он, конечно, отрабатывает и неровности, и вписывается в виражи. Но подвеска очень мягкая. С одной стороны мягкая, с другой стороны что-то громыхает там внизу. Слушай, подожди, дай мне за что-нибудь подержаться, потому что меня тут… Слушай, у меня ремень сейчас, по-моему, сломает грудную клетку. Сильно прижимает. Но это же, понимаешь, это в целях безопасности. Согласен, но когда тебе тяжело уже дышать становится из-за ремня, это уже слишком. Да. Дим, я так понимаю, что потенциал у этой машины, как у бездорожника, наверное, все-таки безграничный. Ну, а вот юбка, она зачем? Ну, я думаю, это предупреждение о том, что далеко с асфальта сидеть все же не надо. Потому что, во-первых, отсутствует пониженная передача. На таком огромном кроковиле суваться, например, там в жидкую грязь без пониженной передачи – это просто самоубийство. Плюс это все-таки городской внедорожник, я так считаю. Ну, либо автомобиль для путешествий на дальнее расстояние. Может быть, очень комфортно в нем. В полном фарше Эскалейд будет стоить 5 миллионов 480 тысяч рублей. Близких по размерам, мощности и цене машин немало. У немцев есть Mercedes-Benz GL, у англичан Range Rover Sport, у японцев Lexus LX. Но уж слишком разные они по характеру. Поэтому такие машины редко сравнивают между собой. Их просто покупают или не покупают. В большой машине все должно быть прекрасно. Однако к Эскалейду могут возникнуть вопросы и по эргономике, и по уровню комфорта для задних пассажиров, и по мультимедийной системе. В плюсы можно записать удачные настройки подвески и рулевого управления, а также наличие некоторых редких опций. Динозавры исчезли давным-давно, но о них до сих пор пишут книги и снимают фильмы. Может быть, и внедорожники не стоит раньше времени отправлять за динозаврами, чтобы потом не пожалеть, что в автосалонах остались только одни малолитражки по размерам с наперсток. Впрочем, неважно, какого размера ваш автомобиль. Главное, помните, тише едешь, дальше будешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!